Всем привет! Сегодня мое видео немного отличается от предыдущих, так как непосредственно в кадре именно я. Почему я не появлялась раньше? Потому что на самом деле я стесняюсь, я стеснительный человек, я такой родилась. И да, мне с этим комплексом работать не очень просто, но что поделать. Я стараюсь с этим бороться и, собственно, это видео я также записываю для борьбы со своим комплексом. Поэтому надеюсь, что вы меня поддержите. Сегодня я хочу вам представить мою готовую работу «Солнечный домик». Если вы следите за мной, за моим творчеством, то я ее недавно вышивала и выкладывала отчеты. Наконец-то я ее закончила. Вчера я ее оформила. Правда, я не совсем довольна оформлением. Вроде как руки у меня растут, как и у всех, но почему-то не получилось ровно обрезать паспорту. Вот. Ну, собственно, я вам хочу показать, что у меня получилось. Вот такое оформление для этой работы. Эту рамку я покупала в магазине Ikea. Я в конце видео покажу поближе, что получилось. Довольно-таки симпатичная работа. И мне показалось, что именно для ее оформления подойдет деревянная рамка. Потому что работа сама по себе простая в плане восприятия. То есть такой деревенский домик с гусями, уточками. И все в таком вот скромном стиле. Поэтому дерево сюда очень уместно, как мне кажется. Вот. И я хотела подвести некие итоги, связанные с этой работой. Идея пришла на самом деле спонтанно. Я не планировала самого... Простите, не планировала заранее делать подобное видео. Но вот по окончанию этой работы всплыла такая идея. И я решила ее, собственно, возобновить. Если что, то я буду подглядывать в свой балкнотик. Я сделала некие пометки. Вроде как я все идет уже в голове. Но на всякий случай не без сути. Итак, с чего я хочу начать. И напомнить, что эту картину я вышла для своей подруги. Надеюсь, она оценит мой труд. Потому что для нее это будет сюрпризом. Она и не предполагает, что я что-то подобное. И вообще, что я что-то вышиваю. Подруга у меня девушка скромная. И во вкусах своих также. То есть ей не нравятся дорогие особняки. Дорогоценности. Дорогие вещи, меха и так далее. Она одевается скромно, но со вкусом. Поэтому мне кажется, что именно вот такая картина. Ей будет по душе и найдет свое место в ее доме. Это непосредственно то, что касается данной картины. Кому она, собственно, отойдет. Далее. Именно с этой картины я освоила метод покупки. До этого я не знала об этом методе. И когда я о нем узнала, собственно, на моих работах не было возможности его применить. И в частности, в данной работе я научилась этому методу. Достаточно, то есть никаких не было у меня проблем, скажем так. То есть я быстро освоила метод парковки. И он имеет место быть. В моем вышивальном процессе также. Но могу сказать, что я не планирую теперь постоянно вышивать парковкой. А именно те участки, где много одиночных крестиков, либо часто идет переплетение одного цвета, тогда парковка уместна. Когда же большинство участков одного цвета, я не вижу для себя применения данного метода. Также с этой работой я научилась вышивать двумя руками. До этого у меня действительно не получалось. Я долгое время вышивала на пальцах. И когда у меня появился станок, я опять же по привычке вышивала одной рукой, как на пальцах. Несколько раз пробовала двумя руками, но мне было неудобно, некомфортно. Процесс вышивки замедлялся. Кристики получались не такими ровными. В общем, я не хотела тратить на это свое время. И откладывала, скажем так, обучение двумя руками в долгий ящик. Но почему-то именно с этой работы, с самого начала, я решила попробовать, и у меня получилось. Причем, я на самом деле правша. Я слышала от многих, что удобнее вышивать правой рукой внизу, левая вверху. У меня на самом деле получилось строго наоборот. У меня правая рука наверху, левая внизу. Мне так удобно, мне так комфортно. И как-то получилось все само собой разумеюще. Мне как-то особо и не пришлось на это тратить много времени. Что это также является для меня плюсом. в этой работе. За что я ей очень благодарна. Также не могу не отметить, что именно с этой картины, с этого процесса, начался мой канал на ютубе. Хочу немного буквально об этом сказать. Кстати, сегодня, 12 апреля, моему каналу два месяца. Я не сказала два года. Два месяца. Да, срок небольшой, но, глядя на статистику, сколько сейчас у меня подписчиков и просмотров, да, для кого-то, возможно, это не так много. Но, знаете, для меня это большие цифры, потому что я, если честно, не ожидала, что меня будут столько людей смотреть и на меня будет столько людей подписываться. Поэтому для меня это приятная неожиданность. И хочу вам сказать огромное спасибо все, кто меня смотрит, кто ставит лайки, кто пишет комментарии. Действительно, это безумно приятно. И это даже, ну, появляется какой-то стимул, это подстегивает снимать другие видео, что там делать неинтересно, не знаю, рассказывать. Вот, потому что, если бы, наверное, этого всего не было, да, никому бы это не нужно было, то, скорее всего, я бы не снимала, да, в дальнейшем видео, то есть, скорее всего, я бы опустила руки на этом деле и прекратила бы это все. Вот, поэтому еще раз вам большое спасибо, что вы есть. И, собственно, хочу немного сказать нюансы, связанные с этим набором. Советовать этот набор я не буду. Это уже дело за вами. Если вам понравилась эта картинка, то, конечно, покупайте набор и вышивайте. Я лишь упомяну о некоторых нюансах и имейте в виду. Первое, на что хочу обратить внимание, это канвана. Она 16-го каунта, но, как потом оказалось, при натяжении, она не ровная, она кривоватая, то есть, она, ну, я не знаю, с чем это связано, но сама она как-то, может быть, деформировалась во время вышивки, либо она была такой, изначально, если честно, не обратила на это внимание, но такой некий неприятный нюанс. И, опять же, я об этом не раз говорила в своих видео по текущему процессу о внезапном окончании ниток. Я, если честно, с этим сталкиваюсь впервые. До этого я вышивала по наборам и никогда ничего подобного не было. Оставались нитки в нормальных количествах. То есть, прям одно никогда не ходила. А здесь же у меня закончилось, по-моему, 5 литок, мне пришлось докладывать из своих запасов ниток. Плюс, по-моему, 3 цвета у меня закончились притык. Это такой неприятный нюанс и, наверное, это будет вдвойне неприятно, если человек, который только начинает вышивать, покупает подобные наборы и случается такая неприятность, заканчиваются нитки, и человеку неоткуда их взять. И, скажем, далеко не все производители указывают номера ниточек. В моем случае так же, хотя это марка БНК Миникирова, но никакой нумерации, ничего не было указано. То есть, нет возможности подобрать, докупить ниток. Это только идти с этим кусочком, с этой ниточкой в магазин и на глаз выбирать цвет. У меня, к сожалению, не было такой возможности, так как я живу сейчас не в своем родном городе Севастополь, я живу в Норвегии, наверное, вы знаете, поэтому максимум, что я здесь могу найти, это нитки Телеси. Естественно, никаких БНК Миникирова, либо Гамма, ничего подобного здесь нет. Поэтому это такой минус у нас. И вот и не очень приятно на самом деле было. В общем, мне больше мать понравилось. В этой работе были французские узелки, я их делала первый раз, немного потренировавшись, у меня потом все получилось. Опять же, я училась на видео о Лесе. Олесе, спасибо тебе большое за такие доходчиво понятные видео. Собственно, пожалуй, это все, что я хотела вам рассказать о данной работе. Надеюсь, в видео не получилось скучным и длинным. Если вам было интересно, я бы только рада. Спасибо большое за внимание, как всегда, отличного настроения, ровных крестика, и до новых встреч. Пока-пока. И, как я обещала, я показываю картину вблизи. много я отражаюсь в ней. Вот такая она получилась. Сейчас попробую показать свои французские узелки. Близко они не хотят. Ну, вот они, если видите, на вот этом месте. Там они. Их, на самом деле, здесь немного, но потренироваться для, скажем так, для общего развития вполне. Вот. Вот такая получилась работа и оформление. французская 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 французская